Добрый вечер, в эфире Афиша и снова предлагаю вам позаботиться о своем досуге. Не тратьте понапрасну бесценное свободное время, выкройте часок-другой на прогулку, поход в кино, выставку или вовсе отправляйтесь в путешествие по Приднестровью. Обо всем подробно и по порядку прямо сейчас. В прокате столичного кинотеатра с середины марта, кроме прочих киноновинок, самая свежая – Таймлесс, рубиновая книга. В приключенческом фэнтези, как и в культовом фильме про Гарри Поттера, с главными героями происходят невиданные чудеса. Рекомендую. Способен перемещаться в прошлое, и она – одна из них. Все взоры будут направлены на тебя. Ты – Рубин. Гадкого утенка мы превратили в прекрасного. Лебедя. Ее ждут тайны, магия и настоящая любовь. В лучших традициях Гарри Поттера и Сумерек. Экранизация мирового фэнтези-бестселлера. Таймлесс. Рубиновая книга. С 14 марта в кинотеатре Тираспаль. Любовь будет вечной, если ты – повелитель времени. А вот Государственный театр на неделе берет тайм-аут. Но не стоит расстраиваться, порадуемся за них. Ведь повод особенный. 19 марта труппа нашего театра примет участие в Международном театральном фестивале «Соотечественники. Город Саранск. Республики Мордовия». На фестивале наш театр представит уже хорошо известный нам спектакль «Ночь ссы». Фестиваль знаковый очень. Он вообще для России очень знаковый, этот фестиваль. И то, что они нас приглашают периодически на этот фестиваль, это для нас очень большая честь. Фестиваль оценочный, он не зрительский, да, то есть там в любом случае существуют какие-то номинации. Дело в том, что фестиваль растет. За те годы, которые фестиваль существует, он набирает огромные обороты, да. Если в этом фестивале участвует Депардия, то уже, в принципе, есть за что бороться. Что ж, остается поздравить с участием в этом престижном фестивале наш театр и пожелать удачи. Согласитесь, немалую толику в вашем культурном досуге в первую декаду марта занимал Дворец Республики. Не дня без концерта. Под таким девизом прошел фестиваль «Морцишор». Интересно, что ждет нас дальше? Елена Николаевна, позади 10 довольно ярких, насыщенных дня в рамках Международного фестиваля «Морцишор». Особенно насыщенным он был для Дворца Республики. Поделитесь впечатлениями, насколько был активен зритель. Международный фестиваль искусств Приднестровья 2013 прошел с большим успехом. Прошедшие 10 дней были для творческих коллективов, для государственных профессиональных коллективов, для коллектива Государственного культурного центра Дворец Республики очень напряженными и очень плодотворными. У нас прошло в общей сложности 12 мероприятий только на базе Дворца Республики. Мы очень рады, что большинство мероприятий прошли при полном аншлаге. Нам было очень приятно наблюдать в зале взрослых, молодых людей, детей. Очень многие приходили на наши мероприятия, на наши концерты целыми семьями. Это отрадно и это есть, собственно говоря, большая цель, которая заложена в Международном фестивале искусств Мартишор. Сохранение традиции, приобщение к миру искусства и культуры молодого поколения детей. Елена Николаевна, какие сюрпризы еще ожидают приднестровского зрителя, кто, возможно, из гостей посетит нашу республику? Поделитесь, пожалуйста, планами Дворца Республики на ближайшую неделю. 16 марта в 16.00 в завершении зимнего сезона мы приглашаем всех терраспольчан, гостей столиц, на балет-сказку Петра Ильича Чайковского «Щелкончик». Этому балету в прошлом году исполнилось 120 лет, но он до сих пор является очень ярким и исполняется на лучших мировых площадках и театрах. Балет будет интересен и взрослым, и детям. Он прекрасно подходит для семейного просмотра, к приобщению маленьких детей к миру искусства и культуры. Мы ждем всех поклонников искусства, балетного искусства и всех тех, кто хочет приобщиться к прекрасному миру танца и музыки 16 марта в 16.00 в Большом зале Государственного культурного центра Творец Республики. Не даст заскучать в предстоящие выходные и компания «Рио». 16 марта мы приглашаем в город Кишинев посетить театр оперы и балета имени Марии Биешу и прослушать великолепную оперу, оперету вернее, которая называется «Веселая вдова». Смешная, веселая, очень яркая и красочная. 17 марта приглашаем в город Кишинев посетить театр оперы и балета, посмотреть великолепный балет по музыке Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». На прошлой неделе в рамках фестиваля «Марцишор» в Республиканской картинной галерее имени Лосева открылась выставка «Весенний аккорд». По-настоящему весенние живописные полотна из-под кисти Кишиневского художника и изящные скульптуры от преднестровского маэстро продолжат радовать глаз и на будущей неделе. Не захотите спать? Пожелайте двигаться под ритмичные сеты любимых диджеев? Велкам в ночной клуб «Экватор» 15, 16 и 17 марта вас, как и прежде, ждут тематические пати. 15 марта ночной клуб «Экватор» приглашает всех на ночь коротких юбочек. Обладательницы самых коротких мини будут удостоены приза. Вход для девушек свободный. За диджейским пультом – диджей Миша Голд и диджей Тела. У микрофона – МС Мазур. 16 марта уже ставшая традиционной вечеринкой мартовские коты. Этой ночью драйвовый саунд от резидентов, безбашенные конкурсы от неугомонного МС Мазура, боди-арт-шоу и нешуточный бой за титул «Мартовский кот-2013». 17 марта самый востребованный ретро-диджей Молдовы Бас порадует вас доброй порцией весенних хитов 90-х и 2000-х на легендарной ретро-пати. Ну и для тех, кто случайно или нарочно окажется на следующей неделе в Одессе. Императрица российской эстрады Ирина Аллегрова выступит с концертом в Черноморской столице. И, кстати, заявила, что это ее прощальное турне. Так поддержим же аплодисментами одну из самых ярких и долгоиграющих звезд отечественной эстрады. Я тучи разгоню руками И в прошлое закрою дверь И спрячусь за семью замками И не ищи меня теперь И не случайно забегаю вперед. Планируйте свой досуг дальновидно. Ведь не каждый день, хоть и не к нам, а в Одессу приезжает непревзойденный тенур из Италии Александр Софина. 28 марта Одесса станет первым городом по Украине в гастрольном графике оперного исполнителя. Субтитры создавал DimaTorzok Что ж, у меня на этом все. Не скучайте, следите за афишей. Обязательно увидимся в следующее воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok